Сегодня хотелось бы провести сравнительный анализ популярной на сегодняшний день обуви. Это уги и дутики. Что выбрать, эконом-сегмент или дорогую обувь, и вообще, какая модель лучше. Если уги нам известны уже достаточно давно, кто-то их ругает, говорит о том, что сочетать практически нечем. Немодная, нетрендовая обувь, но она достаточно удобная, и многие ее носят, в том числе и звезды. Дутики были в разных вариациях, но ассортимент был не такой огромный, как сейчас. И особенно на повестке дня это укороченные дутики, которые похожи на домашние тапочки, но при этом они тоже очень удобные, и многие хотят их приобрести. Итак, начнем с дутиков. Если вы посмотрите на дорогие именитые бренды, ну, например, Prada, в среднем стоимость 90-100 тысяч рублей. Казалось бы, за что? Такая примитивная модель, но на самом деле не только при производстве обуви, и также одежды дизайнеры заказывают индивидуальный материал. Вот именно этот материал, он уникален. Он и сохраняет тепло, защищает от влаги, и много-много плюсов. И вот эта стоимость, она включает не только удобство, комфорт, но еще и практичность. В этой обуви за 100 тысяч рублей вы можете ходить не один сезон. Но есть минус. Мода изменчива, и на следующий год вы, к примеру, захотите что-нибудь новенькое, интересное. Эта обувь еще в строю, но она уже не актуальна. Я знаю женщин, которые получают в среднем 70-80 тысяч, и они тратят практически всю зарплату на дорогую брендовую обувь. Это такой шопоголизм, который очень трудно излечить. А есть другая категория женщин, которые каждый месяц покупают новую обувь, но дешевую, за 2-3 тысячи рублей. И у них этой обуви накапливается такое огромное количество, что они не знают, куда девать. Кто-то продает, кто-то выбрасывает. И вот абсолютно разный подход. И там, и там женщины тратят приличные деньги, но относятся совершенно по-разному. Кому-то хочется щеголять каждую неделю в новых туфельках, а кто-то считает лучше одни, но качественные, такие добротные. Так вот, стоит ли тратить большие средства? Может быть, найти какую-то золотую середину? Если мы посмотрим вообще на магазин Ванберрис, всем ныне известный, там есть один нюанс. Вот если читать отзывы, а читать их желательно каждый раз при покупке обуви или одежды, то вот относительно тутиков там мало плохих отзывов. Да, есть то, что пахнет резиной, этот синтетический запах не всегда выветривается, маломерят на один размер. Естественно, искусственный материал, все шьется в Китае. Визуально очень похоже на оригиналы, но лейбл у них, соответственно, другой. Иногда строчки кривые, но это не так важно. Так вот, если все это не брать во внимание, то за 2-3 тысячи можно купить весьма удобные дутики. Эти дутики можно носить в зимнюю морозную погоду где-то 10-15 градусов. Ну, иногда можно 20 градусов, если взять теплый носок. Если брать дождливую погоду, когда снег с дождем, то они очень быстро промокают. Если же производитель шьет обувь даже Китай размер в размер, то нужно учитывать, что вот этот искусственный мех, он приминается буквально через 1-2 дня, и пятка начнет гулять. Вы просто будете в этих дутиках как шлепках. Я сейчас говорю именно о коротких вариантах. Даже если вы будете утягивать сзади, это нужно учитывать. Большой плюс. Данная обувь подходит для людей с проблемной ногой. У кого-то косточка, у кого-то сама по себе широкая нога, у кого-то большой палец выпирает и так далее. Вот для них проблем в этой обуви не возникнет. Даже у молодого поколения бывают проблемы с ногами. И вот чтобы ноги отдыхали, вот эти дутики настоящие спасения. Относительно подошвы, она не такая скользкая, она даже прорезиненная, в отличие от той же обуви, как Уги. Поэтому вот эта стоимость, она оправдывает себя. Но если хочется что-то более качественное, можно найти в пределах 10-12 тысяч рублей. Если брать что-то среднее, то есть Уги такие наполовину прорезиненные, наполовину из замши. Есть со шнуровкой, есть без. Сейчас даже производители российские, которые шьют одежду, производят и обувь. Например, у них можно найти Уги. Это 12 сторис. Если посмотреть в том же Ваберис, тоже можно найти нечто среднее, в пределах 10 тысяч рублей, бренд Маскотте. Если брать Уги, вот самые неубиваемые и самые практичные, которые и в снег, и в дождь, и в гололед, это Уги, внутри натуральная шерсть, а сверху резина. Но тоже нужно смотреть по качеству. Если вы зайдете в ЦУМ, посмотрите вариант за 20-30 тысяч. Они достаточно качественные, добротные, но если не готовы платить, можно найти 10-15 тысяч. Но если вы посмотрите в том же магазине Ваберис, то там совершенно другая картина. Вроде бы внешне все похоже, тот же цвет, изделие соответствует. Но когда вы посмотрите ближе, то это искусственный мех. И, как правило, резина может трескаться на морозе. Стоят где-то они 2-3 тысячи рублей. Многие поставщики на Ваберис грешат тем, что пишут неправду. То есть, они позиционируют Уги как натуральные, особенно если на картинке они вроде бы как похожи. Но на самом деле, прочитав отзывы реальных людей, которые уже купили и посмотрели, как все на самом деле, там в основном искусственный материал. Но не могут. Уги стоят 2-3 тысячи. Хотя иногда, вот если вы хотите действительно найти более-менее нормальные Уги, можно найти в магазине Фамилия. Найти фамилии оригинальной Уги редкий случай. Не всегда бывает свой размер. Но, тем не менее, если поискать, то найти можно. В основном, это Уги из замши. Не всегда того цвета, какого вы хотите. Но это как раз, что касается цены и качества. Также можно заглянуть в дискон-центры, аутлеты. Уги, они всегда одинаковые. И там желательно летом или осенью начать искать варианты. Зимой, как правило, уже найти значительно сложнее. Так вот, почему же на маркетплейсах поставщики врут и пишут вместо искусственного, как оно есть на самом деле, пишут, что изделие натуральное. Ну, во-первых, там огромная конкуренция для того, чтобы попасть в топ. Что не сделаешь ради заработка. Естественно, описание будет самое идеальное. Поэтому всегда читаем отзывы. И вот, исследовав последние, так сказать, тренды, я убедилась в том, что даже дешевые дутики, они оказываются практичнее, нежели Уги. Если посмотрите на Уги литые или замшевые, вот, которые идут укороченные варианты, то у всех подошва достаточно скользкая. У кого-то она отлетает после, там, недели носки. У кого-то виден клей. То есть, все это на самом деле заметно. Как правило, покупают эти Уги на садоводе. Туда же привозят дешевый товар китайцы. И, естественно, отслеживать брак не всегда бывает возможность. Дело даже не в браке, а в самом качестве. Все-таки Уги, если они натуральные, они идут размер в размер. Если искусственные, то там на два размера меньше. Они, как правило, маломерят. Тоже промокают. Даже если это, например, не очень снежная погода. Вроде бы как морозно, но ноги после прогулки не сухие. Это тоже часто бывает с дешевыми Угами. Они не держат форму. Что же выбрать? Уги или дутики? На самом деле, все зависит от ваших предпочтений. Если вы искали только Уги, то обращайте внимание на подошву, чтобы она была менее скользкая. Вот на такой большой платформе не покупайте. Она практически не гнется. Мало того, что можете упасть на скользком льду, еще и повредите ногу. Обращайте внимание на натуральность. На маркетплейсах натурального найти практически невозможно. И самые трендовые, это короткие или классические Уги. А вот с различным декором, с пуговицами сбоку, с молниями, а также на штурках, вот такие модели уже не актуальны. Если вам не принципиально, для вас важно только удобство, возьмите дутики, укороченные, либо немного удлиненные. Вот, кстати, удлиненные, они, наверное, будут более практичные. Там пятка не будет гулять, и в них более комфортно. Если же все-таки приоритет это качество, то загляните в магазин ЦУМ, там можно приобрести хорошие качественные дутики. Прада 92 тысячи, и за 100 тысяч можно прикупить Мил-Мил. Продолжение следует...